МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запорожская область. Город Орехов. 39-летняя женщина на седьмом месяце беременности загадочно исчезла посреди белого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это знакомый человек. Вот как любовная связь у нее с ним. Он хватает ее за горло, и слышу, мама, слышу крик, а потом хрипота и темно. Это просто невозможно, это какой-то триллер в реальной жизни. Этот дом уже три дня стоит пустой. Его хозяйка просто растворилась в воздухе. Сейчас об этом в райцентре говорят все, от мала до велика. Женщина поехала на рынок в Запорожье и исчезла. Прямо посреди белого дня. Близкие забили тревогу. Связи со Светланой нет. На Свету абсолютно было не похоже. Очень обязательный человек. Она, ну, если там даже села батарейка, она могла бы перезвонить с чужого телефона или как-то там выйти на связь. Уже утром следующего дня правоохранители начали поиски беременной женщины. Дело поручили старшему следователю главного управления МВД в Запорожской области Дмитрию Даниленко. Он уже пять лет занимается расследованием особо тяжких преступлений. Была человеком неконфликтным, недоброжелателей врагов у нее не было. Все знакомы, город маленький, все друг друга знали, находились в очень хороших отношениях с ней. Светлану Гробко в Орехове последний раз видели 13 декабря 2011 года. Она садилась в маршрутку, которая ехала в Запорожье. Домой оттуда она больше не вернулась. Она сказала, что я хочу себе купить что-нибудь с верхней одежды. Рынок Анголинка самый большой в Запорожье. Ежедневно здесь бывают несколько тысяч человек. Как правило, такие места привлекают представителей криминального мира. Может быть, у нее где-то в подвале закрыл, может быть, куда-то, вот, как там говорят, спродал в рабство. Пусть бы в рабство, пусть бы в подвал, куда угодно, лишь бы жива была. Но кому и зачем понадобилось похищать молодую беременную женщину? И неужели это случилось на рынке? Ведь там очень много свидетелей. В таком месте насильно затащить куда-то человека и при этом остаться незамеченным просто невозможно. По телефону у нас сказали, что я хожу по рынку. Эта курточка, в которой я хожу, уже маловато. И нужно бы что-то такое более свободное. Однако странно то, что оперативники не нашли ни одного свидетеля, который бы видел в тот день на рынке молодую беременную брюнетку в яркой одежде с коричневой сумкой в руках. В милиции были опрошены продавцы с рынка. Все они говорят, что женщина с похожим описанием не появлялась с 13 декабря на рынке и ничего там не покупал. Странно, но ее не зафиксировали и камеры наружного наблюдения, установленные на зданиях по пути следованию от остановки маршрутки к рынку. Был проанализирован ее маршрут передвижения в данный день. Камера видеонаблюдения там, где есть, в объектив не попадала. Неужели Светлана обманывала своих подруг? И на самом деле в тот день не заходила на рынок. К тому же стало известно, что свою беременность женщина скрывала. И вы знали, что она беременна была? Не знали. Она ничего не говорила, что ждет ребенка. Она скрывала? Мы уже позже узнали. Молодая женщина скрывала от окружающих свою беременность. И за два месяца до рождения ребенка зимой одна поехала на общественном транспорте в чужой город. Для будущей мамы это довольно странное поведение. Но почему Светлана скрывала свою беременность? И куда она правилась, приехав в Запорожье? Возможно, она была суррогатной матерью и вынашивала ребенка для кого-то другого? Эту версию правоохранители сразу же отмели. Женщина забеременела от человека, с которым у нее была любовная связь. И ребенка собиралась воспитывать сама. Со слов подруг, для Светланы это была желанная беременность. Женщина родилась и выросла в небольшом городке Ореховья. была единственной дочерью в семье. Десять лет назад на руках у Светланы от рака умерла мать, а потом и отец. Замуж она так и не вышла. Самыми близкими людьми для Светланы после смерти родителей стали ее подруги. Не встретился и тот человек, который сможет поддержать ее. Но она старалась не погружать своих близких в свои проблемы. Она показывала себя, что она сильная, что все у нее хорошо. А еще Светлана очень хотела родить. И когда в свои 39 узнала, что беременна, сердце будущей мамы забилось с новой силой. Она считала дни до того момента, когда наконец-то возьмет на руки свою маленькую дочь. Она мне позвонила, говорит, Лена, представляешь, будет девочка. Мы были все рады, что девочка, бантики, платьичка. Ужасно радовалась. Она покупала детские там всякие распашоночки, всякие кофточки. Но куда могла деться Светлана в такой важный для себя период? На седьмом месяце беременности. Свидетели увидели Светлану Гробко в маршрутке. Она доехала до конечной остановки в Запорожье. Сразу после подачи заявления о безвести пропавшей Гробко были проверены все лечебные учреждения медицинские по Украине, так как у нее уже подходили сроки по беременности. Первая версия милиции, что женщине на седьмом месяце беременности просто стало плохо в пути. Но было установлено, что за медицинской помощью она никуда не обращалась. Весь город на ушах, что пропал человек и найти не мог. У меня телефон буквально красный от того, что каждые пять минут кто-то звонил. Где Света? Что? Ну что там? Ну как? Чтобы не терять времени, подруги решили обратиться за помощью к ясновидцам. Женщины связались со своей землячкой, победительницей шестого и восьмого сезонов битвы экстрасенсов Аленой Куриловой. Она сама родом из Бердянска, который находится в 140 километрах от Орехово. Алена неоднократно помогала правоохранительным органам в расследовании запутанных уголовных дел. Присаживайтесь. Это вы звонили, да? Это мы звонили. У нас случилась беда. У нас подруга поехала в соседний город и до сих пор не приехала. 13 декабря. И вот мы не знаем, что с ней случилось. Вот она. А имя ее как? Света. Я ее хочу почувствовать. Палат белый, вижу на ней. Работаю в медицине. Правда. Светлана окончила Запорожское медучилище по специальности фельдшер. Работала медсестрой в детском саду. А потом устроилась в поликлинику. У нее около 20 лет медицинского стажа. Она говорит, сестра, сестра, сестра. Да, она мне как сестра. А она, получается, старше вас лет на 10? На 10 ровно. Ровно на 10 лет. А познакомились вы как работа? Да, как работа. Она меня лечила. Я приходила лечить к ней насморк. Мне было 12 лет. Я ходила, она мне тыкала электроды в нос. С того момента мы с ней так и познакомились. Тошнит. Ой, мне тошнит. Тошнит, тошнит. И такое чувство. Токсикоз беременная, что ли? Да. Света беременна. Девочка, что ли? Девочка, да. Животики. Девочку жду. Я жду девочку, дочку жду. Очень как-то личная жизнь, боль идет. Боль идет от личной жизни. Какие-то такие попытки, попытки, попытки любить. Она страдала по любви. Да. Ее все обманывали, все предавали. И ничего хорошего в любви не получалось. Светлана знала, что никогда не будет жить с биологическим отцом своего будущего ребенка. Ведь у него уже была семья и дети. А строить свое счастье на чужой беде она не хотела. Поэтому решила воспитывать ребенка одна. И разорвала с любовником отношения, когда узнала о беременности. Она бежит, бежит утречком, так, куда-то там, где много людей, там вещи, продукты, там рынок. Я вижу, я вижу дорогу, какие-то деньги, деньги, там должна была быть покупка. получается, Светлана в день исчезновения все-таки была на рынке. Но что случилось потом? А может, Света поехала и в дороге ей стало плохо, может, она где-то в больнице. Вы переживаете за то, что ей стало плохо и роды застали ее в пути? Ну, может, не роды, может, просто седьмой месяц он как бы критичен, ну, мало ли. Ай, нет, плохо ей не стало. Идет какая-то густая, такая темная информация. Я почему-то слышу крик, крик в замкнутом пространстве. Крик по типу мама. Она просит помощи. А какую помощь она просит? Она просит помощи у меня и у тебя. О чем говорит ясновидец? Какое замкнутое пространство она видит? И почему Светлана нуждается в помощи? Может, ее сейчас где-то удерживают насильно? Я боюсь сейчас сказать то, что вас может очень сильно испугать. Если можно, вот эту фотографию оставьте мне. Через три дня придете ко мне? Конечно. Ну, у нас есть какая-нибудь надежда? Хотя бы, хоть самая маленькая. Давайте пока надеяться. Я сделаю то, что я могу. Ясновидеца говорит, что связь с пропавшей женщиной настолько слабая, что ей трудно определить, жива Светлана или нет. Поэтому Алена не захотела преждевременно пугать ее подругу. И чтобы проверить свои ощущения, на следующий день решила провести ритуал. Это зеркальный коридор. В нем можно увидеть мир живых, можно увидеть мир мертвых. Мир живых. Прямой мир. С нами. Света. Светочка. Ее здесь нет. Тот мир. Смерть. Она уходит. Она как уходит, уплывает. Уходит в черную пустоту. Я не могу ее поймать. Мне почему-то трудно. Дышать нечем. Света, 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 Света. Что происходит? Ритуал пришлось прервать. Что увидела в своих магических зеркалах ясновидица? Кажется, она сама шокирована. И у меня немеет рука. Руку начинает отбирать. Я не пойму, она была или холодная, или онемевшая. Это мертвая. То есть вот это мертвое начало, вот, понимаете, оно начало идти. Но что это все означает? Неужели беременной женщине сейчас угрожает смертельная опасность? Правоохранители продолжают поиски. В настоящее время мы проводим прочесывание местности прилегающей территории к трассе Запорожье-Орехов. Проверяем заброшенные дома, колодцы, озера. И в дальнейшем будем прочесывать их, потому как объем очень большой, и за один день это сделать невозможно. Через три дня подруги пропавшей снова приходят к Алене Куриловой. Все это время они жили надеждой, что ясновидица наконец-то скажет, где сейчас Светлана. Проходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Ничего. Новостей. Ничего. Новостей никаких. Никаких. Нет. Тишина. Нет светодиодачки. Как нет? В живых нет. 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 В мире живых святой нет. Не отзывается. Идет стон из мира мертвых. Стон. Сдавленный крик. Здесь какое-то короткое платье или кофта на ней. И видела голые ноги, и как уходящее, уходящее тело в черную бездну. Какой ужас. Неужели молодой беременной женщины уже нет среди живых? Поверить в это просто невозможно. Это какой-то триллер в реальной жизни. Пока невозможно. Может, ясновидица ошибается? Ведь из-за разбитого зеркала она не завершила свой магический ритуал. К тому же, никакого тела, похожего по описанию на Светлану, милиция до сих пор не нашла. У нас не установлено местонахождение трупа Гробко. Поиски успехом не увенчались. Пока в распоряжении милиции не будет тела Светланы Гробко, она официально считается пропавшей без вести. Поиски продолжаются. Все силы милиции направлены на то, чтобы вернуть ее домой как можно быстрее. Мы знаем точно, что она поехала в Запорожье. Мы взяли с собой карту. Может, вы нам покажете, куда дальше она там двигалась. Путь движения. Найдите, пожалуйста, мне этот кусок в вашей карте, а я посмотрю, где тепло. Вот Орехово. Так. Начнем с ее дома, Света. Дом, местность. Она проживала в Орехове всю жизнь. Да. В родительский дом. Идет ее семья. Ощущение слез. Ощущение смерти мамы. Тяжелая болезнь. Метастаза. Рак. Да, у нее мама заболела раком и умерла. Она говорит, понимаешь, Лена, умер тот человек, который меня любил просто так. Просто так. Ни за что. Ты понимаешь, что это такое? Не осталось в мире того человека, который меня будет любить, как любила меня моя мама. Я говорю, Свет, я не знаю, как тебя любила твоя мама, но я пообещаю тебя любить не меньше. Когда не стала мамой, конечно, у Светы жизнь превратилась в абсолютный ад. После смерти мамы отец Светланы начал заглядывать в рюмку. Он поступал к нам в отделение, в состоянии алкогольного отравления. Мы ее тут несколько раз спасали. Он был как растение. Его нужно было раздеть, помыть, переодеть, уложить. Он звонит мне, плачет, говорит, Господи, за сколько же это будет продолжаться? Продолжалось это где-то лет пять. Она это все героически сносила. Отец умер от алкоголизма. Но несмотря на все, что Светлане пришлось пережить из-за его поступков, папу она все равно любила. Там еще какая-то смерть кровного молодого мужчины. Брат это. Да, брат. Да, старший. Ее брат служил в Абханистане. Там получил ранение шеи. И когда возрастился, развилась болезнь с повреждением спинного мозга. Как она вообще это все пережила? Потеряла маму, потеряла брата. Потом и потеряла отца. А Света вам не рассказывала о кошке? Там местечная кошка есть. Кошка, которой нет на самом деле. Вот она мне рассказывала, что какая-то кошка то ли приходит. Она видела эту кошку всегда, когда случались смерти или несчастья. Да, накануне. Она видела, она вам говорила об этой кошке. Да. Она котов не любила из-за этого. Она осознает, она у себя в доме. Она с закрытыми дверями, закрыты окна. И проходит кошка. Она вот так вот перед первой смертью... И не поймет, кошка, не кошка, что это вообще такое. Она не поймет, что это. Она потом кис-кис, а ее нет. И она каждый раз перед смертью видела кошку. Что самое страшное, мистическую кошку Светлана видела и накануне исчезновения. Однако подруги отказываются верить, что женщины уже нет среди живых. Как, где она вообще, как она, где она пропала? Где нам ее искать? Что вообще с ней произошло? Я понимаю, что вы не до конца мне верите. В это невозможно поверить. Не хочется верить. Не хочется верить. Она так хотела жить. Она так любила жизнь. Она радовалась таким милочем. В любом ее проявлении, в любом. А какая-то там странная смерть. Там не своя смерть. Об этом даже страшно подумать. Но кто и почему мог убить беременную женщину? Бизнес, бизнес. Ее бизнес, она сделала какой-то свой бизнес. Правильно? Правильно, все правильно. Она поработала, наверное, года два в люкс-оптике Запорожья. Вернулась и предложила мне, так сказать, заняться таким небольшим бизнесом. Свой первый магазин оптики подруги открыли в 2004 году. Стартовый капитал Светлана получила, сдавая в аренду земельные паи, доставшиеся ей в наследство от матери. Она карабкалась, как могла бы. Она знала, что не ждать ей никакой помощи, никакой поддержки, что она одна. Ездила сама в поездки за очками. Постоянно бегала на маршрутке с посылками. Судьба наконец-то улыбнулась Светлане. Тяжелый и кропотливый труд начал приносить плоды. Спустя несколько лет напарницы имели уже не один магазин оптики, а четыре. Светлана начала, да, хорошо зарабатывать. 10-15 тысяч гривен у нее в месяц было. А напарник по бизнесу у нее есть? Да, Ира. Светлана Горобко занималась реализацией товара оптики совместно со своим напарником, которого допрошена и, в свою очередь, проверена. Однако ее причастность не была установлена. Но куда дело с беременной женщиной? Что с ней случилось? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Я хочу подумать об этой дороге. Знаете, я училась в свое время в Запорожье. И я очень хорошо знаю эту трассу. Я ездила домой на автобусе. Я знаю эту дорогу. Я ее даже, мне ее даже представлять не надо. Я ее видела. Я ее понемногу-много лет ездила. Была серая машина. Был разговор. Был мужчина. Мужчина в машине один. Она становится. Какой-то вот угол, поворот. Мы встречаемся там-то. То есть они встретились в договоренном месте. О ком говорит ясновидец? Какую машину видят? И что случилось с молодой женщиной на седьмом месяце беременности? Смотрите далее. Они бывшие любовники. И он ее пытается склонить опять. Зачем произошел конфликт в машине? И идет разговор. Идут как, знаете, вот как разборки. Ты мне что-то должен. Ты мне обещал. А что именно обещал? Деньги, деньги, какие-то деньги. Ты обещал мне деньги. Было видение в зеркале. Тело уходящее вниз, 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 вниз. Как проваливается, но ходит под воду. Запорожская область. Город Орехов. Загадочная исчезла одинокая 39-летняя женщина на седьмом месяце беременности. Прямо посреди белого дня. Человек не выходит на связь. Душа вся сжалась. Где она и что могло с ней случиться? Чтобы выяснить, где сейчас находится женщина и что с ней случилось, ее подруги обращаются за помощью к Алене Куриловой. Вместе с оперативниками ясновидица пытается выяснить, куда делась будущая мама. А какой мужик страшный. Но она его не боится. А у него руки в крови. Тело света где-то здесь. Идет яма, которую вырыли желтые машины. Она говорит, правее. Вот где вы искали, но чуть-чуть правее. Это была любовная связь. У него должны были быть дети. И своя семья, и свои дети. А она как незаконна. Ну, это любовник света. У него, да. Семья, жена, дети. Да, она полюбила его. Она говорила с ним так спокойно. Ну, через три месяца после их встреч она забеременела. Отца своего будущего ребенка Светлана встретила в компании общих знакомых. Женщина не тешила себя иллюзиями. Но она так устала от одиночества, что была рада и таким отношениям. Идет полное разочарование, большая боль. Те отношения она на них ставки не делала. Она не хотела уводить женатого. Сложно сказать, зачем он ей, когда нет никого. Понимаете? Никого не было. Одиночество. И судить нельзя, нельзя судить. У отца будущего ребенка Светланы теоретически мог быть мотив избавиться от беременной любовницы. Чтобы тайная связь не раскрылась и не разрушила его законный брак. Но по словам подруг, пропавшей женщины, она не имела никаких претензий к этому человеку. Была готова сама растить ребенка. И расстались они за полгода до исчезновения Светланы вполне мирно. Он ей сказал четко, что жениться я тебе, на тебе не обещаю, но всячески помогать буду. Да, она с ним общалась, общалась нормально. Нам удалось найти этого мужчину. Однако от встречи он категорически отказался. Меня зовут Лысюк Андрей. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз видели Светлану перед тем, как она пропала? Я понял. А в каких вы отношениях были? А вы знали о том, что у вас совместный ребенок мог быть? Может быть. Может быть. Я сейчас на работе. У вас есть пару минут по поводу... Я могу сказать, что я не могу. Мне это неинтересно. Почему мужчина так странно себя ведет? Может, он что-то знает и не хочет говорить? Неужели в тот день Светлана встречалась со своим бывшим любовником, и именно он причастен к ее исчезновению? Однако ясновидеца четкого ответа на этот вопрос не дала. Ищите мужчину, но ищите его очень осторожно. Я бы такого боялась. Ищите через правоохранительные органы. Давайте оставаться на связи. Так неужели беременная женщина, как утверждает ясновидеца, действительно погибла насильственной смертью? И к этому причастен какой-то мужчина, с которым у Светланы были любовные отношения? По словам экстрасенса, они договорились о встрече. А потом куда-то поехали на сером автомобиле. Но следствие к этому времени уже есть своя версия. Так же, как и ясновидец, правоохранители подозревают, что к исчезновению Светланы Грабко причастен какой-то мужчина. Хотелось бы лично встретиться с Куриловой, так как ее слова совпали с одной из предполагаемых версий. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Рад с вами познакомиться вживую. Мы сейчас занимаемся вплотную поиск Светланы Грабко. Можете ли вы сообщить следствию какую-либо информацию, которую можете предоставить по поводу ее местонахождения? Я видела фотографию Светы. Вопрос был задан как поиск. Как поиск где? Где ответ нет. Ответ тишина, холод, мертвое тело, отсутствие одежды на ней. Я ощущаю насильственную смерть. Если восстанавливать события, события дня, дня поездки в Запорожье, то идет машина. Идет машина и присутствие там мужчины. Это знакомый человек. Вот как любовная связь у нее с ним. Я не могу понять, что за связь. Но я чувствую какой-то треугольник. То есть есть мужчина один, есть еще какой-то мужчина. О ком говорит ясновидеца? Неужели кроме отца ее будущего ребенка в жизни Светланы есть еще какой-то мужчина? Отец с ребенком нет. Ощущение того, что тот, от кого ребенок, это не он. Тот мужчина, который был в машине, другой мужчина. А что вы знаете? Да, действительно, существует еще один мужчина. Получается, все это время Алена Курилова видит рядом со Светланой совсем другого мужчину. И отец ее будущего ребенка не имеет никакого отношения к исчезновению женщины. Отец биологический ребенка, Светланы Рубко, также проверялся. Однако в этот день он находился в компании. Порядка пяти человек находились в общественном заведении. Он не причастен к этому событию, он не в курсе. От него идет энергетика эмоций жалости, эмоций непонимания. Он не убийца. Я ощущаю машину, понимаете? Я ощущаю машину такую вот серую. И это привычный жест, привычное движение. Вот она садится, закрывает за собой дверь. Привет! То есть она знает этого человека. Из-за чего произошел конфликт в машине? Идет разговор. Идут как, знаете, вот как разборки. Ты мне что-то должен. Ты мне обещал. А что именно обещал? Деньги, деньги, какие-то деньги. Ты обещал мне деньги. О каких деньгах и с кем могла спорить Светлана? Да и как это связано с ее исчезновением? Светлана требовала деньги с него. Так она не его деньги требовала. Ее деньги она требовала. Зачем он забрал ее деньги? Он одолжил, что ли? Он взял у нее деньги. А теперь они мне нужны. Мне нужны деньги. Да, действительно, были имеемые такие данные. В ходе опроса подруг пропавшей женщины, следствие установило, что доходы от бизнеса Светлана Грабко хранила у своего старого знакомого. Там денег было на жилье. Она хотела покупать что-то, недвижимость. Да, действительно, она договаривалась в этот же день о покупке квартиры. У знакомого Светланы скопилось 25 тысяч долларов, принадлежащих женщин. Он говорил, что хранит их банковские ячейки в Запорожье. И обещал вернуть при первом же требовании. Она говорит, мне уже надо, мне рожать. Мне рожать, мне нужны деньги. Отдай. Ну, у нее дом, большой дом. Мужчины нету. Убирать это все она просто не сможет. Маленький ребенок и вода во дворе. Надо было носить ведрами. Подруги говорят, что последние 8 лет Светлана жила мечтой о собственной уютной квартире. Знала до мелочей, как обустроить детскую комнату. А главное, что там у нее будет горячая вода. Она приходила ко мне, я там мою посуду горячей водой. Она говорит, ой, Лен, она берет тарелку, моет, и для нее это что-то такое невероятное. Когда дела Светланы пошли вверх, она каждый месяц откладывала деньги во всем себе отказывая. Чтобы собрать на хрущевку в Орехове. По несколько сезонов ходила в одной и той же одежде. Мы встретились с ней в сапожной мастерской. Говорю, Светочка, эти сапоги, наверное, уже не подлежат ремонту. Она говорит, мне нужно проносить их еще год. Женщина собрала приличную сумму. 25 тысяч долларов. Именно столько стоит небольшая двухкомнатная квартира в Орехове. Поэтому перед родами Светлана решила купить жилье и обустроить его до появления малыша. Казалось бы, она на пороге новой жизни. И вдруг, в шаге от мечты, пропадает. Что же с ней случилось в день исчезновения? Ой, какой страшный мужчина, какой мужик страшный. Но она его не боится. Она очень открыта. Он закипает быстро. Он может бить женщину. А у него руки в крови. Мне хочется удостовериться о том, что я вижу. Здоровый, крепкий. Короткостриженный. В народе, на таком, скажем, сленге, таких называют, вот как кидалово. У нас в настоящее время и имеются данные на данного человека. Однако, пока не будет обнаружен труп Светланы Гробко, судить объективно о его причастности не можем. Он обеспечил себе алиби при помощи иных свидетелей по делу. Что вызвало у нас сомнение по поводу его непричастности к данному преступлению. После исчезновения Светланы Гробко этого человека опросили. Он дал показания, что 13 декабря с пропавшей женщиной не встречался. Свидетели, которые бы видели их вместе, не установлены. Он полностью отрицает свою вину, причастность к совершенному убийству. Поэтому нет никаких оснований, чтобы удерживать его под стражей. Если женщина действительно мертва и будет найдено ее тело, то на трупе могут быть улики, которые дадут возможность проверить, напричастность к совершению преступлению этого подозреваемого или же кого-нибудь другого. Без наличия тела провести подобные экспертизы невозможно. С нашей стороны организовывались неоднократные проществования местности. Привлекались охотники, лесники. Несколько раз выезжали внутренние войска в составе под 50 до 100 человек. Это военнослужащие. Однако поиски на тот момент успехом примечались. А я уверена, что Свету убили. Я уверена, что тело есть. Тело лежит. Я вижу большой пласт воды. Вода стоит. Не озеро? Вода. Это как дорога идет. И от дороги в сторону. Это от Запорожья ехать, 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 ехать на машине по дороге. Она там находится? Похоже, да. Все, спасибо вам, Анна. Получится. Все будет. Не любез. Согласно законам Украины, милиция не может официально привлекать экстрасенсов к расследованию уголовных дел. Поэтому включить Алену Курилову в свою поисковую группу следователь просто не имеет права. Правоохранители самостоятельно проверяют водоемы вдоль трассы Запорожье-Орехов. На расстоянии около 30 километров от города Запорожье, по направлению города Орехов, мы установили наличие нескольких водоемов. Правоохранительным органам помогают МЧСники. Однако поиски осложняет зима. Водолазы не могут долго находиться в ледяной воде. После нескольких неудачных попыток погружение прекращают. Снова возобновляют работы спустя месяц. Погружались два раза в феврале, в январе. Порядка пяти раз указаны водоемы. Однако труп так и не был обнаружен. Дальнейшие поиски приходится отложить до потепления. А может, тела в водоемах нет? И Светлана все-таки жива? Но где она находится уже в течение нескольких месяцев? Весной следователь решает еще раз посетить Алену Курилову, чтобы скорректировать направление поиска. Вместе с ним к ясновидице приезжают и подруги пропавшей женщины. Вы в прошлый раз мне сказали о том, что труп Светланы Грабку нужно искать в водоеме. Вот карта Ореховского района. Исследовали мы все водоемы, однако наши успехи в даче не увенчались. Вы точно уверены, что труп Грабку находится именно в водоеме? Или, возможно, у вас есть какая-либо другая информация в настоящее время? Уверена практически полностью. Но почему вы ее не находите, я не могу понять. Можно карты? Да, да, конечно. Я не просто уверена, я вижу. Вот я сейчас держу руки на этой карте, на этой местности. Она здесь. Почему вода? Было видение. Было видение в зеркале. Тело уходящее вниз, 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 вниз. Вы знаете, вот как проваливается. Как проваливается, уходит под воду. Неужели ясновидица права и Светланы уже нет среди живых? А ее тело находится в водоеме. Но почему водолазы его не находят? Дмитрий, я вас очень попрошу, покажите мне вот четко те места, где вы искали эту местность. Вот здесь более детальные снимки. Вот трасса Запорожья Орехов. Вот здесь расположены, могу более детально показать. Вот это два водоема. Скажите, Дмитрий, вот это, это озеро. В нем живут рыбы, здесь камыши. Да, да, это озеро, берег покрыт камышами, да. А вот это выкопали, это выкопали люди. Да, это карьер. Вот более детальный снимок карьера. Тело Света где-то здесь. Идет яма, которую вырыли желтые машины. Карьер, когда был еще не затоплен, в нем были спиральные спуски. Добывали твердые породы. Через некоторое время карьер затопило, там и часть техники там осталась. Поищите еще здесь. Она здесь. Тело не может всплыть, потому что ощущение чего-то тяжелого. Она как привязана к какому-то большому камню. Возможно, вы сможете указать на конкретное место. У меня идет вот этот берег, вы очень хорошо обошли, и вот этот. Так? Да. Здесь ее нет. Вот здесь тепло. Вот здесь четко тепло. Проверьте вот это место. Вот квадрат. Вот этот квадрат возле вот этого вот берега. Возможно, нам можно будет к чему-то привязаться, к какому-то объекту, возле которого необходимо будет осуществить погружение под воду. Я вам могу сказать четко, она говорит правее. Вы там были, вы были рядом, а я правее. Вот где вы искали, но чуть-чуть правее. Вот она примерно здесь. Вот здесь. Надо искать. Надо искать, пока мы ее там не найдем. Спасибо за информацию. Мы обязательно еще раз детально исследуем дно карьера. Звоните, сразу же звоните, если будет какая-то информация. Правоохранители возобновляют поиски. Водолазы в течение нескольких недель погружаются именно в том месте карьера, на которое указала ясновидеца. И снова безрезультатно. Глубина до сих пор неизвестна. То есть, ну, местные жители говорят, что там глубина порядка до 100 метров. Много уступов, обрывов. После неоднократных неудачных попыток МЧС отзывает своих водолазов. У ведомства не хватает средств на такие продолжительные поиски. Правоохранители тоже прекращают работу. Хотя тот квадрат, на который указала Алена Курилова, еще не полностью исследован. Мы самостоятельно, без применения каких-либо специальных средств, не могли обследовать дно карьера. Потому что берег сразу идет обрывчатый. То есть только маленький, небольшой выступ, размером 15 на 10 метров. И дальше идет резкий обрыв. Подруги Светланы решают продолжить поиски самостоятельно. Они нанимают частного водолаза. Деньги, друзья там, подруги близкие. Одноклассники давали, соседи давали с переулка. Кто сколько? Кто пять, кто десять, кто пятьдесят гривен. Подруги собрали полторы тысячи гривен. Этих денег хватает на один неполный день поисковых работ. Без результата. Так может, Светлана жива? Но где она? Она мне снится, она меня просит. Я совсем рядом, чего вы меня не ищите. Лен, поищите меня, пожалуйста. В полном отчаянии женщина снова звонит ясновидице. Алена Курилова настаивает на своей версии. Там надо искать в этой воде. И там есть подъезд. Есть подъезд, можно подъехать туда машиной. Леночка, если вы успокоитесь, ее никто не найдет. Я вижу, что именно вы и ваши усилия очень помогут этому поиску. Почти через год после исчезновения Светланы подруга решает за личные средства организовать еще одно погружение в карьеру. С момента исчезновения женщины их было уже шесть. И все безрезультатные. Теперь Елену уже никто не поддерживает. Дальше безумная дурачка со своими снами. Лена, ты извини нас, пожалуйста. У нас просто опустились руки. Я говорю, Ира, а почему у меня не опустились руки? В этот раз Елена едет к карьеру вместе с водолазом, чтобы выполнить все указания ясновидицы. Она надеется на чудо. Подъезжаем на карьер. Говорю, Господь, ну если ты создал вот эту землю, все эти планеты, каждого из нас, да, ну что тебе стоит все-таки? Ну нам в этом помочь? Господи, ну сделай это для нее, пожалуйста. И происходит невероятное. Буквально через час после начала поиска водолаз ошеломляет Елену известием о страшной находке. Есть тело женщины, маленького роста, похоже, что беременна. Смотрите, вот это если карьер, да, они начинали вот здесь нырять. А потом постепенно доплыли, вот там, ну, водолаз объяснил, это метров 100-150, он проплыл вдоль берега. И уже когда заканчивался у него кислород в баллоне, уже на резервном кислороде, он решил еще немножко доплыть, увидел, как бы, под водой силуэт, который внешне был похож на труп человека. Вот около пяти метров от указанного дерева, примерно, под водой, находилось тело сезонного человека. А к телу что-то было приятного? Был привязан буксировочный трос с мешком цемента. Каких-то видимых телесных повреждений? Наличие телесных повреждений будет известно уже после получения судебной медицинской экспертизы трупа. Скажите, первоначально поиски проводились в этом месте? Погружались вот на расстоянии 50-60 метров в левую сторону. Экстрасенс сообщила, что необходимо брать немножко правее. Благодаря экстрасенсу, которая указала нам на конкретное место, был обнаружен нами труп Светланы Горобковой. Я медик, видела массу всего, и то, что я увидела. Зрелище, конечно, не для слабонервных. На беременном животе затянутый этот буксировочный трос, ножка у нее такая маленькая, ну и вся она такая маленькая. Но кто лишил жизни хрупкую женщину на седьмом месяце беременности? Таким ужасным способом? Из-за что? По мнению следствия, это один из знакомых погибшей, с которым у нее была любовная связь. У этого человека есть мотив. Это 25 тысяч долларов, которые женщина давала ему на хранение. И, по-видимому, он не собирался их возвращать. Но прямых улик, которые бы указывали на вину этого человека, не установлено. Известно ли, что перед тем, как телефон женщины отключился, подозреваемый находился рядом с ней, около карьера, где впоследствии и был обнаружен труп беременной. По базовым станциям, по вышкам, бились в одном и том же месте. То есть, как он, так и она. Мобильный телефон Светланы так и не был найден. В ходе следствия подозреваемый несколько раз менял свои показания. Вначале он утверждал, что вообще не знаком с погибшей. После того, как правоохранители проверили его мобильный телефон, начал заявлять, что подвозил Светлану из Запорожья в Орех. Но высадил за 20 километров до районного центра в селе Одаровка, где расположен Карьер. Этой же версии придерживается и мать задержанного, с которой нам удалось поговорить. Она вышла. Он говорит, куда ты? Пошел дождь. 13 декабря. И она стояла. Говорит, она кого-то ждала. Подозреваемый свою вину отрицает. Поэтому до сих пор неизвестно, что именно произошло со Светланой Грабко в день ее исчезновения. Следователь снова идет навстречу с ясновидицей. Можете ли вы описать те события, которые происходили 13 декабря 2011 года? 13 декабря. Утром Света едет навстречу с ним. Она желает получить какую-то сумму в деньгах. Каждый добирается туда отдельно. Они встречаются в условленном месте. Подруги вспомнили, что перед покупкой квартиры Светлана планировала забрать свои деньги у подозреваемого. По ее сведениям, доллары находились в банковской ячейке в Запорожье. И вполне возможно, что встречу с подозреваемым она назначила на тот же день, когда поехала покупать куртку. Правда, где эти деньги сейчас, установить невозможно. Проверка показала, что на имя подозреваемого ни в одном из банков Запорожья не зарегистрирована никакая ячейка. Он утверждает, что никаких денег у своей подруги-предпринимательницы не брал. Знакомая же Светлана утверждает обратно. Депозиты у нас в Орехове не распространены были. Говорит, Лена, вот мне нет, куда мне эти деньги девать, мне негде их хранить. Я говорю, Свет, мы бы с удовольствием, мы живем на съемной квартире. И этот вопрос она задала своему другу. Он сказал, конечно, без проблем, у меня есть ячейка в банке. Восемь лет Светлана собирала деньги на жилье. Экономила на все. Во всем себе отказывала. И каждый месяц, по словам подруг, всю свою прибыль отдавала подозреваемому на хранение. Это просто не укладывается в голове. Восемь лет женщина содержала своего убийцу. Вы можете рассказать о самом совершении преступления, каких-либо его деталях? Замкнутое пространство. Это салон машины. Они едут в машине. Машина съезжает с дороги. Он ее вот так рука хватает. Вот хватает так, что дышать нечем. Грубо, жестко и душит. Светлана Грабко действительно была задушена. И в карьеру ее бросили уже мертвым. Так как по заключению судебно-медицинской экспертизы в ее легких не было воды. Дмитрий, скажите, а что это за камень был, к которому она была привязана? Ну, это был мешок с цементом. Правильно, цемент стал камнем. Сверху одежда и голые ноги. Так было? Да, да, обуви не было. И в нижней части одежды также не было. Это все было в машине. В машине остались ее вещи. Остались ее одежда, брюки. Они бывшие любовники. И он ее пытается склонить опять. Из-за того, что тело Светланы Грабко почти год пролежало в воде, установить, был ли у нее половой контакт перед смертью, невозможно. Здоровый, крепкий. Такая вот такая широкая спина. Немножко даже грузноват. Крупный мужчина. Ну да, это совпадает с описанием нашего подозреваемого. Это насилие произошедшего в машине. Следы, следы. Следы, обуви от машины. Он куда-то делал. Верить покрышки? Резина. Он сжег. Он сильно мыл машину. Он ее очень мыл. Очень мыл машину на мойке. А потом куда-то эти колеса он снял. В распоряжении следствия есть запись камеры видеонаблюдения одной из СТО города Запорожья. Там запечатлено, что в ночь с 13 на 14 декабря 2011 года подозреваемый заехал туда, чтобы поменять покрышки на своем автомобиле. Менял, да, одно. Хорошую резину на плохую менял. Берег карьера, где нашли тело Светланы Гробко, это глина и песок. Лечащие частички надолго остаются в порах автомобильной покрышки. Плюс на берегу остаются четкие отпечатки протектора. Возможно, шины менялись для того, чтобы правоохранители не могли идентифицировать следы. Он заранее планировал данное преступление или это было спонтанно? Он не исключал мысли об убийстве, чтобы не отдавать деньги. Требование денег решила вопрос. Света поставила вопрос ребром. Он хватает ее за горло и слышу мама, слышу крик, а потом хрипота и темно. Это дело получило широкую огласку. Есть конкретные подозреваемые, которые свою вину не признают. Он угал. Изначально он врал. Он лишь признал в той части, что они вместе ездили в город за порожью и все. И возвращались обратно. Уже всячески менял показания избежать наказания. Однако следствие имеет доказательство, что страшное преступление с такой невероятной жестокостью совершил именно этот мужчина. Но в настоящее время все доказательства указывают на него. Восемь лет эта женщина носила деньги человеку, которому больше всего доверял. И за это поплатила с жизнью. Убийцу не остановило даже то, что Светлана была на седьмом месяце беременности. А это двойное убийство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова